Простой сайт, но затем, усовершенствуя свои знания, вы будете этот же сайт также усовершенствовать и доведете его до профессионального сайта. Вы можете делать изменения на своем сайте в любое время и переходить с одного шага на другой шаг. Каждый шаг повторяется в другом шаге, большинство функций повторяются, вы сегодня это также увидите. Сам конструктор построения сайтов пошаговый и в нем очень большое количество функций и модулей. Когда мы производим изменения на сайте, то эти изменения мы можем видеть немедленно через предпросмотр того, что мы сделали, или после публикации. Публикуется сайт очень быстро, вы это тоже сегодня увидите. Поэтому, освоив конструктор построения сайтов, вы будете самостоятельно делать себе сайты и сохраните свои деньги. А те, кто не поленится, освоят эту науку и сможет при помощи построения сайтов зарабатывать себе дополнительные деньги. Итак, где же находится конструктор построения сайтов? Мы с вами на прошлом уроке разбирали C-панель. И когда мы заходим на C-панель, то мы должны спуститься на самую последнюю функцию, это программное обеспечение службы. Там справа или же слева, может быть у кого-то, находится такая иконка, зеленый треугольничек, кисточка, карандашик и написано RV Site Builder. Именно на эту иконку нам нужно нажать, для того, чтобы мы попали на сам конструктор сайта. Когда мы попадаем на конструктор сайта, то мы попадаем на его интерфейс или на страницу, которая называется «Домой», то есть «Домашняя страница». Здесь вверху вы сразу видите, домашняя страница у меня на слайде обведена в зеленую рамку. Вы рядом видите также, что само построение сайта состоит из трех шагов. Рядом стоит первый, второй и третий шаг. Давайте рассмотрим слева. Слева у нас отображен текущий проект, Current проект. Это текущий проект. Вы видите, как называется этот проект и его URL. Вы видите также последнее обновление этого проекта. Но это только у тех партнеров, у которых уже создан один сайт или несколько сайтов. Те партнеры, которые не создавали еще себе сайт, здесь будет абсолютно пустая страница. Не будет никаких сайтов. Слева, около текущего сайта, обычно отображена картинка, шаблон вашего сайта. И под шаблоном сайта есть три функции. Это функция Backup. Это значит создать резервную копию сайта, переименовать сайт или же удалить, нажав на крестик. Чуть правее есть карандашик. Эта функция означает редактировать текущий проект. И для того, чтобы редактировать этот проект, нужно нажимать на карандашик. Тогда открывается текущий проект и вы можете редактировать на любом шаге. Еще чуть ниже, под текущим проектом, есть проект List. Это список ваших существующих проектов. И опять же, у новых партнеров еще этого списка нет, но у многих партнеров, которые создали уже себе сайты, такие списки есть. Здесь также вы можете посмотреть панель каждого проекта в отдельности. Вот здесь, где зеленые рамки, большой внизу слева, это и есть панель проекта, в которой указывается наименование вашего проекта, дата его последнего обновления справа, функции для редактирования карандашик, функция Backup создать резервную копию, функция переименовать и функция удалить, красный крестик. Внизу стоит URL вашего сайта. Давайте посмотрим, что находится на домашней странице справа. Справа у вас есть вверху создать резервную копию, кнопочка предосмотр, это лупа, и кнопочка наш глобус со стрелкой наверх публиковать, то есть вынести проект в интернет. Чуть ниже вы видите кнопочку создать новый проект, и проект новый создается нажатием на кнопочку плюсик. Еще чуть ниже у нас есть функция восстановления проекта. Но восстановить проект можно только при наличии резервной копии. Если какие-то проекты имеют резервную копию, то эти проекты можно будет восстановить, если с вашим проектом что-то произойдет. Еще чуть ниже идет список тех проектов, на которые у вас не выполнены резервные копии. То есть написано, отсутствует восстановление проекта. И сколько? Девять проектов вот здесь указано, что нет резервной копии. Этот список можно выбрать любой проект из этого списка, или же нажать на кнопочку восстановить, но вам система скажет, что у вас нет резервного проекта, или же удалить. И этот проект можно удалить, если он вам не нужен больше. Давайте теперь посмотрим это же самое в нормальном режиме. Вот сейчас вы видите уже, я, наверное, буду немножко ждать, чтобы у вас вовремя загружалось. Надеюсь, сейчас вы уже видите сам интерфейс рабочий моего RC-сайт-билдера. И вот видите, домой первый шаг, второй шаг, третий шаг. Создать резервную копию, предосмотр, кнопка «Публиковать». Здесь справа есть языки, вы можете выбрать любой язык. У меня выставлен уже русский язык. Текущий проект, его название, «Дата обновления», «Редактировать». Его шаблон, резервную копию сделать, переименовать, удалить. Ниже проектный лист, список проектов. И если есть, есть право «Создать новый проект». Мы идем на кнопочку для того, чтобы создать новый проект. И когда мы нажимаем на кнопочку для того, чтобы создать новый проект, мы попадаем на нулевой шаг. Мы еще не попадаем на первый шаг. Вот то, что открылся нам, на открылся формуляр создать проект, это еще не первый шаг. Это только нулевой шаг. Для того, чтобы вам было легче затем работать самостоятельно, я сделала слайды. И вы видите, в какое поле, что нужно внести. В первое поле, где стоит имя проекта, мы вносим название проекта. И название проекта вы даете любое. Это только лишь для вас, для того, чтобы знать, под каким именем ваш сайт запомнится в конструкторе построения сайтов. Второе поле, где стоит компания. Вы вписываете название вашей компании. Вы можете вписывать на любом языке. И если ваш сайт даже будет на русском языке, то название компании может быть написано на английском или на другом языке. Здесь название вашей компании. Это не значит, что вы должны обязательно написать «Эксесс-маркетинг», если вы делаете сайт на тему «Эксесс-маркетинг», или же еще название другой компании, сайт, который вы будете выполнять. Это может быть, например, реклама в интернете, заработок в интернете. Здесь может быть любое название. Третья строчка – это слоган. Здесь вы вписываете девиз какой-то или речевку вашего сайта. То, что вы хотите еще передать. Например, если я напишу компанию, сейчас мы посмотрим, я буду писать, то я слоган или дополню название моей компании, или же просто укрепить это название. Затем идет поле выбора категории. И здесь можно выбрать категорию вашего сайта. Чуть ниже идет перечень страниц, которую вы можете заложить в свой сайт. Вы можете выбрать все страницы, вы можете выбрать часть страниц. И название этих страниц пусть вас не смущает, так как название страниц можно будет изменить на третьем шаге. Когда вы все выберете, вам нужно нажать на кнопочку «Сохранить». Делается это таким образом. Например, я попишу имя проекта. Access Marketing Test не будем писать. Давайте сейчас я тут заготовила. Я напишу, например, реклама и заработок в интернете. Да, можно написать, чтобы быстренько было. Дальше. Здесь малый домашний бизнес можно написать. Компания «Малый домашний бизнес». Слоган. Можно написать. Можно будет. Создайте свой резидуальный доход. Например. О, я не допишу. Извините. Сейчас я выставлю русский язык. Здесь мы можем выбрать категорию «Бизнеса» ставить. Или же мы можем взять интернет-услуги. Любое, что вы хотите, то или другое, оно подойдет. Давайте возьмем интернет-услуги. Выберем, оставим страничку «Домой». Услуги. Продукты. Продукты не надо. Услуги у нас есть. Контакты. А нас. И каталог можно. И нажмем на кнопочку «Сохранить». Система делает обновление. И она переведет. Пока система делает обновление, мы пойдем на слайды. И она переведет нас сейчас на первый шаг. На первом шаге нам откроется «Темплатос». «Темплатос» – это шаблоны. И вы видите, автоматически открылся каталог шаблонов. Но рядом с каталогом шаблонов мы видим еще две функции. Это самостоятельное создание шаблонов и функция «Экспорт и импорт шаблонов». Сегодня мы будем работать только с каталогом готовых шаблонов. Самостоятельное создание шаблонов, экспорт и импорт вы можете попробовать научиться делать сами. Список видеороликов я вам дала, и там все это показано и объяснено. Или же будете ждать, когда этот видеоурок я сделаю вам. Итак, каталог шаблонов. Чуть ниже находится в сиреневой рамке. Это можно выбрать категорию шаблонов, стиль шаблонов и всего шаблонов 1071 штук. Далее вы можете задать поиск какого-то шаблона по ключевому слову или же по ID номеру. Если вы когда-то уже просматривали шаблоны, нашли подходящий шаблон и записали его ID номер. Над каждым шаблоном вверху есть ID номер. Вот, например, 3 минус 742 – это и есть ID номер. Под каждым шаблоном, если вы подведете мышку, высветятся дополнительные функции. Это выбор цветов, 3 каких-либо цвета. Это кнопочка предосмотра лупа и кнопочка загрузки этого шаблона на сайт. Она называется Select. Давайте посмотрим, как это все делается в реале. Итак, я жду секундочку. Надеюсь, что у вас уже появилось окно со слайдами, шаблонами. Итак, я нахожусь на первом шаге – шаблоны. Каталог шаблонов. Вот категория «Уже открытые интернет-услуги». Я могу выбрать «Бизнес». Я могу выбрать любую категорию, которая здесь есть. И мне по этой категории будут открываться шаблоны. И эти шаблоны я могу просматривать, листая по страничкам. По страничку за страничкой пока всего ли 16 страниц. Нет, есть еще дальше страницы. Дальше. Я могу выбрать стиль с шаблоном. Если я хочу с анимациями, я выбираю флэш. И все другие стили вы можете просмотреть. Если они вам будут нравиться, вы их оставите. Я оставлю уже все стили. И здесь я напишу номер, потому что я хочу по определенному номеру. Как это будет? Я пишу, например, номер, по которому я хочу работать. По этому шаблону иду на поиск. И вот уже эти шаблоны под 13601 загрузился. И он открылся в синем отображении, в синем цвете. Мне не нравится, что глобус желтый. Поэтому я перехожу на другой цвет. У меня рамка будет, фон рамки зеленый, а сам глобус будет голубым. Неплохо. Беру следующий цвет. Этот цвет мне вообще никак не нравится. Поэтому я оставляю зеленый цвет. И нажму на кнопочку предосмотра. Вот, открылась кнопочка предосмотра. Вполне меня такой шаблон устраивает. Я закрываю предосмотр и нажимаю на кнопочку Select. Для того, чтобы этот шаблон загрузился на мой сайт. И я жду загрузки. Пока система загружает, я снова перехожу на слайды. Итак, система загрузит шаблон и переведет меня на второй шаг. Вы видите, открылся второй шаг. На втором шаге, вот у вас справа на приборной панели, есть также возможность создавать резервную копию, предосмотр и публикации. Это справа. У вас также ниже есть кнопочка Обновить. Кнопочка Обновить означает Сохранить. И если вы делаете какие-то изменения, то вам обязательно нужно эти изменения сохранять. Если вы забудете нажать на кнопочку Обновить и перейдете на следующий шаг, то ваши изменения не останутся в реальности. Они пропадут. Давайте смотрим. Второй шаг состоит из большого меню. У него есть меню заголовок, который открылся на автоматике, и еще много других навигационных меню. Мы с вами сейчас рассматриваем заголовок. Второй шаг называется Настроить стиль. Первый шаг был выбрать шаблон, а второй шаг настроить стиль. И первое, что мы будем делать, это настраивать заголовок. Заголовок подразумевает под собой, вы видите чуть ниже, в фиолетовом окне, что можно загрузить логотип компании, вписать и отредактировать название компании, слоган компании, или же функция Добавить больше. Добавить больше картинок или больше текста. Давайте посмотрим, как же мы это можем сделать. Вот сейчас вы видите, что действительно открылся второй шаг. И вот они все функции, которые мы должны на втором шаге сделать. И первое, что мы будем делать, мы уже вписали название компании, и мы вписали слоган на нулевом шаге. Поэтому мы вначале обработаем то, что у нас уже есть. И обработать можно двумя способами. Например, у нас название компании было малый домашний бизнес. Я могу пойти на название компании, и мне откроется такое окно, в котором есть наименование моей компании. Для того, чтобы обработать наименование моей компании, мне нужно это предложение выделить. Затем, здесь вордовские функции, нужно пойти выбрать шрифт. Выбираем какой-то шрифт. Затем нужно выбрать размер данного шрифта. Например, я возьму 64. И нужно выбрать цвет. Цвет я хотела бы выбрать какой-то цвет. И когда откроется схема цветов в три колор, то здесь есть функция выбрать 216 цветов. Я выбираю 216 цветов. И иду. Вот неплохой цвет. Он мне нравится. Будет подходить к глобусу. И я его выбираю. Всегда следите, чтобы цвет, который вы выбрали, отразился справа, и под ним есть номер этого цвета. Если вы потом будете, захотите взять такой же цвет, и если сразу, то он отразится и сохранится. А если вы уже выйдете с конструктора и потом захотите взять, то лучше всего этот номер записать, для того, чтобы вы знали, какой вы номер брали, а не потом подыскивать оттенки. И нажимая на кнопочку «Ок». И когда у меня, видите, вот окрасилось мое номинование компании, мне нужно нажать на кнопочку «Сохранить». Вот, видите, очень большое такое название получилось. Большое? Нет. Этот размер мне не нравится, он очень большой. Поэтому, видите, я не обязательно идти мне наверх на название компании. Я могу просто нажать внизу на карандашик, а также открывается эта форма. Я снова все выделяю и выбираю «Меньший размер 36» и на кнопочку «Обновить». Что-то у меня не поменялся размер. Так, ну, чуть позже поменяю. Для того, чтобы я могла переносить наименование компании, всегда нужно нажимать на замочек. Тогда вы видите, наименование компании обведено штрихами. Я могу взять за штрих мышкой и ввести туда, куда мне захочется. Вот так вот оставим, да? Для того, чтобы убрать штрихи и закрепить наименование компании, нужно нажать опять на замочек. Или здесь, когда мы будем обрабатывать слоган, я просто кликаю на слоган, появляется карандашик. Я нажимаю на карандашик, выделяю слоган, беру шрифт и беру размер шрифта. И теперь цвет. Цвет возьму этот же, как и цвет компании. Проверю, что действительно окраска произвелась. Нажимаю на кнопочку сохранить. И вот у меня есть слоган. Я могу мышкой подцепить и поставить там, где я хочу. Когда я разместила свой слоган там, где мне это хочется, я нажимаю на замочек LOCK и закрепляю. И, конечно, мне вот не нравится этот размер. И я все-таки попробую изменить. И для того, чтобы он изменился, я знаю, где лежит ошибка. Нужно нажать на DEFAULT. То есть вернуть в исходное состояние, вот в такое. Затем выделить. И вот теперь снова его обработать. У меня был шрифт Вердана. Размер был 64. Я возьму 36. И цвет опять беру. То есть не забыть, если на ОК, и сохранить. Если вдруг нам размер не нравится, для того, чтобы внести изменения, надо при обработке сделать DEFAULT. То есть вернуть в прежнее состояние, прежде чем задать другой размер. Вот я разместила. Теперь меня так все устраивает. Нажимаю на LOCK, замочек. Все. Мы обработали название компании. Мы обработали слоган. И если вам, например, кажется, что здесь что-то не хватает, и вы могли бы слева поместить еще логотип, то, пожалуйста, нажимаете на LOCK. Открывается вот такой формуляр, где у вас есть возможность загрузить картинку. Но все документы, которые вы будете использовать для построения вашего сайта, должны быть у вас уже заготовлены. Идете на поиск. Открывается ваш компьютер. Выбираете там, где у вас лежат заготовки. Я тоже выбираю. Вот урок у меня. И, например, я сейчас возьму какую-нибудь картиночку, которую я как логотип могла бы использовать. Вот эту, например, попробую. Идет загрузка. Вот картинка уже появилась. Сейчас поднимем наверх. Картинка уже появилась. И нужно на ОК. Попробую нажать. Так, вот она. И она очень большая картинка, этого логотипа. Что мне нужно сделать? Мне нужно отредактировать. Поэтому мне нужно нажать на карандашик. Я кликнула по картинке. Появилось меню. Я нажимаю на карандашик. Картинка не должна превышать 300 пикселей. Просто сейчас мы вот что 300 пикселей хотим. И на ОК. Нет. Тогда если не произвелось, то вот здесь справа внизу в углу есть возможность сжать картинку. Только лишь в нижнем правом углу эта возможность есть. Видите, вот есть такие диагональные штрихи. Вот сюда подводите мышку. Она появляется, две стрелки. И мы сжимаем картинку. Теперь получилось очень сжатое наверх. Мне надо как-то вниз растянуть ее, чтобы в длину. Вот так вот. И поднять чуть-чуть наверх. Разместить правильно. И влево. Я думаю, что можно еще чуть-чуть вниз и ширину убрать. Вот таким образом. Я думаю, что это будет нормальная размера. И поэтому нажимаю на ЛОК на замочек. И оставляю вот так вот. Теперь мне все это нравится. Я могла бы нажать на обновление. И нажму сейчас на обновление, чтобы это все сохранить. Но просто хочу вам показать. Вот здесь, где внести больше, добавить больше, то есть возможность внести еще текст. Вы нажимаете внести текст. Вам откроется такая же форма, как мы обрабатывали название компании или слоган. И вы можете еще что-то написать и разместить таким же образом, как мы размещали слоган или компанию. То же самое. Загрузить дополнительно картинку. Открывается такая же форма. И вы точно так же можете загрузить картинку. Я думаю, что здесь мы уже все сделали, разобрали. Еще раз я сделаю обновление. И могу перейти теперь на следующую ссылочку, на следующую меню, на шаге втором. Потому что мы разобрали только первое меню заголовок. И здесь оно загрузилось, но я вам прежде покажу на слайде. Что второе меню? Фонд Зеттинг. Фонд Зеттинг – это параметры шрифта. И у нас есть три возможности. Первое слева – это текст Зеттинг. Это мы можем здесь, на нашем сайте. Если вы уже сейчас хотите это сделать, эти шаги можно будет сделать на третьем шаге. Но на третьем шаге вам нужно будет редактировать текст, полностью каждый текст отдельно. Здесь же вы можете сделать все страницы, которые у вас есть на вашем сайте, сразу отредактировать текст. Каким образом? Вы можете выбрать здесь шрифт текста, размер текста, цвет текста. И когда вы выбираете, что сразу текст будет в таком шрифте, размере и цвете. Затем, Линк Зеттинг – это ссылочки или же заголовки, которые можно тоже выбрать по шрифту, размеру, придать толщину, наклон, подчеркнуть и цвет. И третья функция – это ссылки на заголовки, для того, чтобы они имели двойной цвет. Например, когда открывается сайт, и ссылка или заголовок стоит написано одним цветом, и одним шрифтом, и одним размером. А когда вы подводите мышку, то шрифт меняется, размер меняется, и цвет меняется на ссылках и заголовках. Это называется изменение плавающих параметров ссылок. Вот сейчас мы это посмотрим и сделаем. Итак, мы находимся на фонт Зеттинг. Итак, вот внизу у нас есть текст, вы видите, на сайте. И я, например, теперь беру здесь, выставляю, например, шрифт беру, дальше беру размер шрифта, например, 16. Толщину не буду давать, наклон не буду, а возьму только цвет. Вот открылась цветная палета, и я выбираю, например, цвет, ну, хочу сделать синим, например. И надо обязательно нажать на кнопочку сохранить. И если я сейчас пойду, то вы увидите. Минуточку. Одну секундочку. Я вернусь тогда к вам. Сейчас, одну секундочку. Сказали, что картинки нет. Сейчас, одну секундочку. Так. Вот здесь я у вас. Сейчас, возврат. Так. Картинка откуда пропала? Напишите кто-нибудь. Заголовок мы полностью вы видели, да? Когда я начала фонд-зеттинг, картинка пропала, да? Хорошо. Я делаю старт. Вот теперь есть. Делаю максимайдс. Так. То есть мы перешли на вторую функцию, фонд-зеттинг. И мы можем, слева есть текст-зеттинг. Я выбрала здесь уже шрифт, выбрала размер и выбрала цвет. Вот таким образом еще раз я беру, например, размер и цвет. Например, сейчас я возьму сиреневый. Сохранить. И если я уже спускаюсь ниже, вы видите, что у нас текст был черным написан. Теперь он стал сиреневый. Ссылки тоже стали сиреневые. Заголовки. А вот сами ссылки зелененькие, да? Теперь смотрите. Мы идем на линк-зеттинг. Выбираем тоже какой-то шрифт. Выбираем размер и выбираем цвет, например. Ну, давайте красный. Сохранить. И спускаемся ниже, смотрим. Мы видим, что ссылки, ссылки наши, окрасились в красный цвет. Поменяли шрифт и поменяли размер. И теперь, там, где hover, справа, это плавающие, при наведении мышкой, чтобы менялись цвета ссылок, размер ссылок и так далее. Если это было в 24, давайте я сделаю в 18 поменьше. и цвет выберу другой. Был красный, я возьму зеленый. И сохранить. То, смотрите, когда я подвожу мышку, видите, цвет меняется и размер меняется. Раз становится меньше и цвет на зеленый меняется. Здесь также поменялся размер шрифта и цвет. Вот таким образом вы можете это сделать и, конечно же, нажать на сохранить. Здесь абсолютно все мы сделали. мы можем перейти на навигации. На навигациях это настройка меню навигации у нас есть следующие возможности. Справа у нас, извините, слева у нас есть выбор типа меню навигации. Посередине у нас есть показать или скрыть саму навигацию, то есть показать или скрыть наши страницы сайта. И справа у нас опять не показывает. Да что такое? Да что такое? Почему же теряется? Почему же теряется? Так, мы перешли на навигации. На навигации у нас есть три функции. Слева у нас есть выбор типа меню навигации. Посередине у нас есть показать навигацию или скрыть. Что это значит? Если мы выбираем показать, то все страницы, которые мы выбрали на нашем сайте, будут показаны. Если мы сделаем скрыть, то все страницы будут скрыты и будет только сайт состоять с одной страницы домой, главная страница. И есть дополнительные инструменты для навигационного редактирования. Вот сейчас мы с вами посмотрим. Уже у нас открылся этот шаг навигации. И вот слева есть выбор типа навигации. Мы открываем вот это меню и можем выбирать, например, мы выбираем плавающая точка. Вы видите, что сейчас минуточку, чтобы вам было видно. Вот. Вот это вот навигация. Сами странички это есть навигация. И смотрите, как оно меняется. Например, я беру вот это. Видите, поменялось. Или же выбираю вот так вот. Вот неплохо мне это нравится, например, я решила оставляю. Дальше. Если я сделаю скрыть, видите, все странички ушли. Если нажимаю на показать, опять все странички закладки появились. Вот таким образом. И у нас еще есть дополнительные инструменты. И прежде чем перейти к настройке дополнительных инструментов, я вам хочу их показать на слайде. и как вы видите, здесь у нас открылось мое меню. Меню первого уровня и меню второго уровня. Мое меню это основное название страницы сайта. Меню левел один это подзакладка какой-то страницы. Меню левел два это вторая нижняя закладка этой же страницы. Что мы можем делать? мы можем изменять цвета, шрифт и размер наших закладок страниц. И в первой строчке блок Back Ground Color это цвет фона блока. То есть где написано наименование страницы фон этого блока. Дальше вторая это цвет границы блока. Третья надо шрифт текста каким будет наименование страницы написано размер этого текста стиль шрифта затем идет цвет ссылки всплывающего текста цвет фона всплывающего текста и последнее это показать или скрыть под меню. У нас естественно выставлено показать. Сразу хочу сказать когда вы поработаете майн меню то нужно обязательно пойти на апдейт моего меню. Затем когда вы откроете первый или второй левел и так же поработаете сделаете все настройки обязательно не забудьте сделать апдейт левел 1 и левел 2 а когда вы сделали апдейт вам нужно эту форму закрыть. Сейчас мы это посмотрим. Вот смотрите открыто мое меню то есть будет сейчас редактироваться вот например домой стоит блок вот здесь буду редактировать я хочу например цвет у меня там такой серо-зеленый мне это не нравится я хочу чтобы он был хороший зеленый поэтому беру зеленый и нажимаю на сохранить здесь граница между блоками я хочу например сделать черную и сохранить дальше шрифт я выбираю например Георгия здесь размер выбираю например 16 вот видите увеличился размер если я выберу 18 еще увеличится сразу вы видите увеличение стиль здесь три стиля нормаль и талик и я выбираю например нормаль вы можете выбрать другое теперь уже для всплывающих функций то есть когда вы подводите мышку к навигационному меню чтобы он менял цвет размер если у нас был тут синий берем например сейчас вот чтобы вот такой цвет был другие цвета возьмем зеленый на розовый черный на синий пусть меняет теперь здесь берем например сиреневый сохранить вот все я сделала в моем меню и нажимаю на обновить теперь я не сделаю закрыть я сразу делаю переход на подменю вот видите первое это подменю первое окно а нижнее это второе вот сейчас я сделаю здесь настройки я выставлю сохранить все цвета которые мне нужны шрифт поменяю возьму другой размер поменьше поменьше это я уже взяла размер так здесь возьму другой стиль италик здесь возьму другой цвет здесь был зеленый возьму например желтый и здесь было светло зеленый возьму коричневый например сохранить и вот теперь снова сделаю обновить точно так же вы можете сделать второе меню потом закрыть на кнопочку закрыть и вот вы видите что поменялось меню а когда подвожу мышку тоже изменено видите зеленый на сиреневый и подменю видите вот коричневый вышло тоже коричневый а здесь мы еще не обрабатывали здесь вы должны будете обработать это меню level 2 вот таким образом то есть здесь мы тоже все сделали и переход надо обязательно обновить вот видите обновить чуть не забыла теперь идем на шаблоны шаблоны мы уже собственно говоря просмотрели и закачали но просто система позволяет еще на этом шаге еще раз вам подумать и можно изменить шаблон вы можете пролистать или вправо или в лево вот так пролистать выбрать какой-то шаблон если вы выбрали можете поменять также цвета на этом шаблоне и нажав на кнопочку select загрузить но я довольна своим шаблоном поэтому я закрываю это на крестик и иду на скрин здесь все закачалось так мы смотрим здесь это я вам уже объяснила по изменению шаблона и мы перешли на скрин скрин это разрешение экрана и у нас есть возможность выбрать разрешение экрана слева по размерам или же по процентам сразу скажу что вот маленький размер 800 на 600 используйте только для сайтов одностраничников для сайтов уже более одной страницы используйте следующие предоставленные размеры посередине у нас есть возможность сместить наш сайт экран сайта налево в центр или направо а справа у нас есть функция также сделать смещение экрана нашего сайта но размеры выбрать самим вот здесь мы выбираем размеры потом когда мы сделаем мы должны нажать на кнопочку обновить сейчас мы это с вами и сделаем мы находимся на разделе скрин и вот разрешение на экран есть 800 на 600 1024 на 768 вот смотрите вот я сделала размер изменился или я возьму вот этот побольше размер видите он стал шире или же на весь экран вот сайт на весь экран мне на весь экран не нравится мне нравится вот этот размер вот такой вот или даже ну да вот такой ставлю или даже вот 95 нет вот этот лучше теперь вот он у меня стоит по центру если я выберу налево видите вот он сместился на левый экран а справа у меня останется поле где я могу например размещать может быть архивы какие-то ссылки, блоки, еще дополнительные сделать здесь, может быть. Ну, если кто-то хочет делать там блок или еще что-то, то можно использовать такую ссылку. Или же вправо, а лево оставить свободным. Я же сейчас беру центр. А вот здесь, где маркин, это вот вы можете, видите, набирать и выставлять сами по размерам, куда вы хотите смещать. Как в плюсовую, так и в минусовую сторону. Но в данном случае я возвращаю все на ноль. И выставив вот размер экрана, нужно опять нажать на кнопочку «Обновить», для того, чтобы это все сохранилось. И затем мы идем опять, мы все еще на втором шаге. Мы идем на сайт Вайды. Это «Редактировать стороны». Вот редактирование сторон. Шаг второй. У нас есть возможность редактировать сторону первую. Это слева. Сторона наверху. Сторона внизу, мы ее здесь не видим. И сторона справа. Вот это мы должны редактировать. И когда мы редактировать будем, то пойдем, если мы на одну из сторон для редактирования, то нам откроется функция редактирования этих сторон. И здесь будет приборная панель. У нее будет функция «Сохранить», вот кнопочка слева. Затем «Поиска», «Вернуть назад», «Вернуть вперед». Можно вставить линии, можно отметить что-то важное флажком. Функция «Внести какие-то символы или знаки, или же какой-то другой шрифт, латинский, ринский и так далее. Сделать гиперссылку, чтобы в интернет выходить. Убрать гиперссылку. Внести картинку. Внести видео. Внести какой-то документ. Вырезать. И здесь есть функции «Вордовские». Здесь размер, шрифт, вид шрифта. Здесь размер. Здесь толщина, наклон. То есть все, что в «Ворде» есть. Окраска есть и так далее. И то, что вы будете здесь сделать, вы будете видеть на функции «Дизайн». Но у нас есть еще функция «Код». В функцию «Код» туда нужно прописывать кодировку, или мы говорим скрипты, да, «HTML». Но в данном случае не каждый из нас может эти скрипты прописывать. Поэтому мы берем или же готовые скрипты, которые у нас есть, и прописываем туда. Если же нет, то мы работаем через дизайн. И сейчас мы с вами это посмотрим и сделаем. Вот смотрите. Мы сейчас с вами находимся на «Редактировать». И, например, я хочу редактировать сторону первую. Эта сторона будет слева. Сейчас загрузится и откроется. Вот видите, все эти функции действующие. И здесь также вы можете поделиться социальными сетями, сделать баннер с анимациями, вставить счетчик или обратную форму связи. Я же хочу, например, сейчас слева разместить наш баннер «Эксесс-маркетинг». Для того, чтобы разместить баннер, я должна взять готовую кодировку, готовый скрипт. И поэтому я открыла сразу код, куда я буду размещать. И я сейчас иду на сайт «Эксесс-маркетинг», иду в поддержку, иду на промо-баннеры. Мне открывается пробом баннер, и мне нужен вертикальный баннер. Ну, вот я могу взять даже этот, мигающий баннер. Ну, давайте вот мы его и возьмем. Поэтому мне нужно здесь его весь полностью выделить. Его нужно мне скопировать. И затем я иду уже сюда и вставляю его. После того, как я вставила, мне нужно сохранить этот скрипт. Нажимаю на кнопочку «Сохранить», вижу, что ваша конфигурация была успешно обновлена. И я могу пойти теперь на «Дизайн», для того, чтобы посмотреть, да, действительно, баннер загрузился. Я не хочу, чтобы у меня было наименование. Вот это я убираю. И кликаю на баннер, и хочу, чтобы он разместился у меня посередине. Поэтому я выравниваю через вордовские функции. Баннер разместился посередине. Больше я... А, это было слева же. Слева нам нужен горизонтальный баннер. Значит, я иду, убираю все, извиняюсь. Мы не можем слева разместить вертикальный баннер. Поэтому я все просто убираю и еще раз нажимаю на «Сохранить». Для того, чтобы кодировка на коде ушла. Если я сейчас открываю код, так, она не ушла. Сейчас, минуточку, я иду сюда. Я могу это все убрать, вот так вот. Но обычно, я, наверное, поторопилась, просто не успела. Обычно кодировка уходит. Идем, берем другую кодировку. Нам нужен вертикальный баннер. Это широкий. Возьмем вот этот, вот, поуже. Также опять копируем. Идем на «Airbus Builder». Так, на дизайн. Сейчас на код. На «Сохранить». И теперь снова на «Дизайн». И вот мой баннер уже установлен. Внизу я убираю просто запись. И так как он стоит, я все оставляю. Еще раз нажимаю на кнопочку «Сохранить». С левой больше ничего ставить не буду. Поэтому я закрываю. И спускаемся вниз. И вот вы видите. Там, где у нас уже обработана сторона, то она уже светится зеленоватым цветом. А справа еще не обработана. Светится сереньким цветом. Я справа пока ничего не буду делать. А вот вверху я поставлю. Здесь мы можем, как вы знаете, и картинку любую поставить. Давайте я поставлю какую-нибудь картинку. Просто картинку. Для того, чтобы вам показать, как это делается. Вот. Личные изображения надо уже стоять. И надо идти на дату изменения. Для того, чтобы или же отразились те картинки, которые уже есть загружены. Вот видите, я загружала картинку. Или же нажать на кнопочку «Загрузить». И тогда у нас предоставится возможность выбора картинки. И здесь сразу дается подсказка, в каком формате могут быть файлы. И что файл должен быть меньше 2 мегабайт. И что можно загрузить много картинок. Я только одну беру. Мне здесь одна нужна. Иду на поиск. И сейчас с этой папочки выберу подходящую картиночку. Ну вот, например, какую... Сейчас, минуточку возьмем. Ну вот эту, например, картиночку. И на «Загрузить». Ждем, когда система загрузит. Так, система вроде загрузила. А я почему-то ничего не вижу. Сделаю на всякий случай на «Сохранить». А, я не вижу, знаю почему. Потому что, когда мы загружаем, сразу картинка не отображается. Нужно еще раз пойти на картинку. И вот теперь выбираем дату изменения, чтобы у нас отразились картинки. Вот она, картинка. Я ее выбираю. Она вот сюда помещается. Здесь вот у меня есть детали и опции. Я иду в опции. Здесь можно поменять размеры. Но я пока размер менять не буду. И куда мы вставить хотим. Я делаю по умолчанию. И иду на «Вставить». Вы видите, что здесь, где URL прописалась сама ссылочка на автомате. Ссылка прописалась. И мне только нужно нажать на «Вставить». Вот она вставила. Вставилась эта картинка. Я опять ее выделяю и редактирую, чтобы она стояла в середине. После того, как я отредактировала, я могу нажать на кнопочку, чтобы сохранить. И конфигурация была успешно обновлена. Я могу закрыть. Вы можете здесь писать тексты какие-то. Можете вставлять сюда свои фотографии. То есть можете поставить видео какое-то. Все, что угодно. В этих сторонах вы можете делать. Больше я отредактировала первую и вторую сторону. Я больше ничего делать не буду. Я просто показала, как это делается. И следующий шаг – это шаг, который нужно вставлять в ключевые слова. И здесь вставляется, где «Edit, Hit, Tag», «Tag», «Tag», «Tag». Это главный тег. Я сейчас открою вам просто эту форму. И сразу объясню. Вот здесь, где веб-сайты, титлы, то есть название вашего веб-сайта, здесь вы вписываете самые главные, ключевые слова. Это может быть то, что у вас стоит на шаблоне. Это то, что вы часто используете на сайте. И само наименование вашего сайта. Но здесь символов всего 255, как вы видите. Это немного. Поэтому отбирайте самые главные, ключевые слова и название вашего сайта. Дальше, там, где «Meta», «Keyword», здесь вы уже снова даете те же слова, что были в первом поле. И дополнительно дайте слова из вашего текста. Самые ключевые слова, самые важные слова дайте. В «Meta-описании» здесь 500 символов. И вы должны просто коротко сделать описание. Две строчки каких-нибудь, которые выражают суть вашего сайта. Например, если это по «Access Marketing», я там хотела показать, что и реклама, рекламная компания, что и заработки. И можно написать, например, «Access Marketing» предоставляет продвижение рекламных услуг в интернете и позволяет зарабатывать резидуальный доход. Или еще что-то. Вот типа такого, основное содержание вашего сайта. И затем нужно обновить, на кнопочку «Обновить» и «Закрыть». Здесь же, где «Body», «Body» – это тело. Тело самого сайта. То есть тело самого текста вашего. И когда вы здесь будете вставлять, то здесь, например, вы должны выбрать стиль. Какой-то один из этих стилей. Я, например, беру стиль сам. И здесь вы тоже должны прописать ключевые слова. Ключевые слова по вашей странице, на которой вы это делаете. Или по вашему сайту. Вот если здесь получается, что по самому сайту все вы ключевые слова должны прописать. Если вы это будете делать на каждой странице отдельно, а этот шаг можно еще будет сделать на третьем шаге, вы можете по страницам отдельно все прописать. Когда вы сделаете, вы можете закрыть. И здесь вы можете писать очень много. Ну, например, смотрите, я выбрала, например, просто напишу пару слов. Например, реклама в интернете. И нужно потом нажать на плюсик. Вот видите, когда вы нажали на плюсик, система сделала кодировку. Для чего это мы прописываем? Для того, чтобы наши ключевые слова были закодированы через HTML-код, так называемые скрипты, и они были заложены в HTML-коды самого сайта. И тогда наш сайт по ключевым словам будет легко находить. Если мы не пропишем здесь ключевые слова и не скодируем их в HTML-код, потому что мы сами не знаем HTML-кода, прописывать не можем. Нам вот дана такая помощь графический редактор, текстовый редактор. Мы просто используем. И здесь вы можете написать много слов через запятую. Вот так через запятую можете много написать. И обязательно, если вы еще добавите, например, если я добавлю там еще что-то добавила, да, и я делаю обновить. И уже вот то, что я добавила, тоже сюда идет кодировка. Ну, я это все убираю, но это все равно у меня как бы тестовый вариант, да. То есть вы видите, второй шаг мы сделали все функции. И теперь, после того, как мы сделали все функции, опять обязательно я иду на обновить. И после этого можно перейти на шаг 3. Система делает обновление. Я надеюсь, что у вас все видно. И мы переходим на шаг 3. Шаг 3 – это содержимое сайта. И здесь есть также три функции. Нам на автоматике открылась функция страница. Есть функция дополнения и система. Мы сейчас смотрим страницы. И что мы видим? Мы видим, что у нас есть навигатор страниц. Он открылся. Слева у нас отображаться будут все страницы, которые мы заложили на этот сайт. Вторая функция – это будет карандашик. Это редактировать. И когда мы будем нажимать на карандашик, то будет открываться именно та страница, против которой мы нажали на этот карандашик. Затем в середине у нас есть панель клиента управления страницами. И здесь можно открывать различное меню и есть различные функции. Вот именно здесь вы можете переименовать страницу. Хотя переименовать страницу можно будет и позже в дополнениях. Следующая колонка – это удалить страницу, нажать на крестик. И самая последняя справа колонка – это последние модификации. То есть здесь будет стоять дата, когда вы последний раз заходили на эту страницу и работали на ней. Что же можно делать на шаге 3? На шаге 3 мы сейчас с вами эти все функции будем выполнять. А здесь можно выбрать шаблон и схему размещения вашей страницы. Вписать или внести текст в вашей странице. Добавить изображение. Добавить видео с вашего компьютера или видео с интернета. Добавить документы. Добавить флеш-баннеры. Добавить таблицы. Сформатировать текст сайта, страницы. Выполнить гиперссылки. Использовать нумерацию и дополнительные списки. Использовать стиль текста. Извините за ошибку. Установить счетчики. Создать связь с социальными сетями. Добавить дополнительные компоненты. Типа того, как гостевая книга, блог, фотогалерея, рассылки и так далее. И прописать ключевые слова. Вот это мы с вами все можем делать. И это мы сейчас с вами будем делать на третьем шаге. То есть мы должны будем заполнить наши страницы, нашего сайта содержания. И вот вы видите, что выбранные страницы. Домой, а нас, услуги, контакты, каталог. И если я пойду на карандашик, я попаду на саму страницу. Если я буду открывать здесь окна, то есть различные функции, я могу их использовать. Например, если я беру клоны, клонировать страницу и нажимаю, то сейчас выйдет окошечко. И вот видите, о нас я уже сделала вторую страничку. И видите, копия о нас. Для чего это нужно? Может быть, вы уже сделали, обработали одну страничку. И по типу этой странички вы хотите обработать все другие странички. Поэтому вы после того, как уже обработали одну страничку, можете создать копии. Потом эти копии переименовать в что-то другое. И вам легче будет создавать эти сайты. Вот, например, копия о нас была, а я напишу, например, услуги. И нажму на «Сохранить». Он пишет название, уже существует. Видите? А если я напишу «Услуги» и «Продукты», то есть не обманешь систему, опять «Сохранить». Вот теперь он переименовал услуги и продукты. И также есть другие функции. Вот так же переименовать есть. Например, я иду, например, сюда на «Услуги». Делаю переименовать и, например, пишу, например, ну что, заработок. Или возможности там заработка, да, но это вы сами будете думать. Вот, видите, уже переименовала страница. Все, это вы поняли. Здесь, если я хочу страницу удалить, например, о нас хочу удалить, окей, страница будет удалена. Все, она удалилась. Нету этой страницы. Итак, давайте попробуем редактировать. Идем на «Услуги и продукты». Я надеюсь, что у вас все видно. Есть видимость моего экрана. Так. Сейчас, минуточку, мне надо немножко подождать. Так, вот так теперь все загрузилось. Вот когда мы переходим на третий шаг, то выпадает всегда такое окно, которое спрашивает, вы хотите приступить к редактированию или пройти обучение? Если вы нажмете «Пройти обучение», вы попадете на rv-sitebuilder.com, где вы действительно можете пройти обучение. Я вам ссылочки давала, поэтому мы идем приступить к редактированию. Что вы видите? Вы видите, вот лого мы вносили, вот мы делали название компании и слоган. Как вы видите, в этом масштабе, который я выбрала, у меня название компании расположено неверно. Поэтому или я должна буду изменить расширение своего сайта, сделать шире, или же я должна буду пойти на второй шаг и на втором шаге отредактировать и передвинуть название компании влево. Но здесь сейчас мы это делать не будем, это вы сделаете. Здесь вы видите, видите, я подвожу, окрашивается другим цветом, так как мы и хотели. Дальше. Здесь коды мы вставили, мы их не видим, мы можем видеть их только на предосмотре. Кстати, мы могли бы выполнить предосмотр. Давайте выполним, прежде чем третий шаг начнем. Что мы сделали на первом и втором шаге, посмотрим. На лупу я пошла, рядом окно. То есть, вам не нужно никуда ходить. Если третий шаг вы открыли, то обязательно слева еще есть одна открытая закладка, где есть функция предосмотра. Немножечко это сейчас длится. Мы сейчас посмотрим только первый и второй шаг, а потом сделаем третий шаг, уже тогда еще раз посмотрим. Вы дома, когда будете работать, вы можете чаще смотреть. То есть, вот пока сайт выглядит таким образом. Закрываем предосмотр и иду вот справа на закладку. Смотрите, что я бы хотела сказать вам, что нужно делать первым. Когда вы открывали свою страницу, у вас уже есть структура страницы. И вы можете использовать эту структуру страницы, которая у вас есть. Вот таким образом. Вы можете здесь в любое место поставить картинку. В любое место вы можете поставить видео, если вы хотите. Это все можно сделать. Но где вы будете ставить видео или картинку, вы должны обязательно это место отметить бегунком. Вот таким. И здесь вы тогда ставите картинку или мышку. Если же вам сама структура вот этой страницы не нравится, что вы можете сделать? Вы можете вот это абсолютно все убрать. Для того, чтобы убрать, у вас есть вот эти вот кругленькие с крестиком значки. На них нужно просто кликать, для того, чтобы абсолютно все убрать отсюда. Очистить всю страницу от того, что здесь есть. От всей этой структуры. Вот я сейчас хочу очистить. Допустим, мне это абсолютно никак не понравилось. Хотя структура была, основа была неплохая. Из нее можно было сделать очень хорошую страничку. Добавить картинки, видео, баннеры. Туда еще что-то. Сейчас, на минуточку. Вот еще. Да что ты. Все, убрала. Нет, еще вот. Так. И сделаю сохранить, чтобы у меня было пусто здесь. Вот, у меня абсолютно пустой. С чего я обычно начинаю? Я обычно иду на то, чтобы выбрать, или же саму схему размещения самой страницы. Или это она может быть в виде одного листа. Или сама страница должна быть поделена на две вертикальных части, или на три вертикальных части. Или на две горизонтальных, на три горизонтальных. Или вот такой тип страницы. Что это значит? Давайте я вот вам покажу. Например, беру вот этот вот тип. Что страница разделена на три вертикальных части. Чтобы вы понимали, что это такое. Это разделение вы будете видеть только здесь, на рабочей части, когда вы работаете. Когда вы опубликуете, или пойдете на предосмотр, вы этого видеть не будете. У вас это будет отображаться как одна цельная страница. А сейчас вы видите вот это разделение на три части. И вы можете работать как в трех различных колонках. Для того, чтобы все это могли вы раздельно делать. Опять, например, мне это не нравится, я хочу что-то другое. Я хочу вот белое, чтобы одно было. Отменить? Да. То есть, чтобы был один чистый лист. Таким образом. Здесь же вот перед этим есть еще у нас шаблоны. Шаблоны наших страниц. И я обычно вот беру шаблоны страниц, потому что они уже более лучше распределены. И здесь есть страницы зинкли кола. То есть, это одиночные, когда одна страница полностью цельная. Видите? И здесь уже расположены картинки какие-то. То есть, как мы можем тоже расположить наши картинки, нам подсказывают. Здесь проще вам будет делать, да? Или же на мульти. Мульти – это когда страница тоже разделена. Вот такое вот, например, да? Ну, например, берем сейчас. Сейчас, минуточку, посмотрим. Зинкли колон. Сейчас возьмем, посмотрим. Ну, например, вот это вот возьмем. И нажмем на кнопочку подтверждения. Система должна сделать загрузку. Так, что-то немножко у меня ошибки произошли, потому что... Сейчас я уберу это иду назад, сюда. Потому что влияет то, что я все-таки через комнату работаю. Сейчас я войду назад. Сейчас сюда и иду снова на услуги и продукты. Еще раз закрыть. Закрыть еще раз открою. Сейчас пусть хорошо загрузится до конца. Все это происходит гораздо быстрее. Просто я работаю через комнату, поэтому медленнее. Итак, я выбираю сейчас себе форму. Вот эту я выбрала. Иду на подтверждение. И вот у меня есть, да, эта форма. Например. Так, и я теперь должна эту форму заполнить. С чего мы можем начать? Мы можем начать с картинок. Мы можем начать с текста. Ну, давайте начнем с картинок. Мне нужны, например, три картинки. Я иду сюда на функцию картинки. И мне нужны личные изображения. Они уже отмечены, выделены. Иду на дату для того, чтобы появилась функция загрузить. И выбираю три картинки. Вот до пяти беру. Иду на поиск и выбираю три картинки. Сейчас вот эту картинку я выбираю. Еще одну картинку выбираю. И еще одну картинку выбираю. Все, я выбрала три картинки. Вот вы видите, что они подсоединились здесь. И их нужно загрузить. Здесь можно сразу размер, например, я не хочу, чтобы он очень большой был. Например, 200 на 200, не больше пикселей. Так. И они уже загрузились, но на самой страничке они не появились. По той самой же причине, что они появились только на сервер загрузились. Поэтому я снова иду на картинку. Опять дата изменения. И вот теперь здесь картинки. И я могу их, например, загрузить. И я вот их загружаю. Например, на опции ту. По умолчанию я поставлю по левому краю. По левому краю. Вот она у меня куда встала. Она у меня вот где встала, а я ее хочу перенести сюда наверх. То есть сейчас я ее уберу. Она мне здесь абсолютно не нужна. Просто я не выбрала. Вот сюда я выберу. Я хочу, чтобы она встала на это место. Поэтому выбрала ей место. И снова иду в личное изображение. Дата изменения. Выбираю картиночку. И даже по умолчанию я должна она встать. Вот она встала по умолчанию туда, куда я выбрала. Хорошо. Теперь иду на вторую картинку. Выбираю. Опять на картинку. Личное изображение. Дата изменения. И выбираю вторую картинку. И снова вставить. Вот она вставилась. Иду на третью отмечаю. Опять на картинку. Личное изображение. Дата изменения. И выбираю третью картинку. Все. У нас разместились три картинки. Сейчас, минуточку. Я должна подождать, потому что не так быстро работает у меня система. А я хочу быстро это делать. Нет, еще не загрузилась. Вот загрузилась. Теперь вы видите, да? Вот три картинки друг подружка. Они стоят в одном наименовании. Смотрите, я могу картинку, например, перенести в центр или вправо. В центр мне не очень хорошо, потому что у меня будет тут текст еще. А вправо можно перенести. Например, если я опять выделила картинку, которую я хочу перенести вправо, снова иду на картинку, и вот здесь я могу выбрать, что перенести по правому краю. И вот так картинка встанет. И я могу сделать так же, чтобы картинка отступала от текста, вверху, слева, внизу, и справа тоже от самой страницы. Поэтому, например, пиксели выставляю 2 пикселя. Вот так вот. Низ тоже 2 пикселя. Ну, давайте низ 5 пикселей. Возьмем 5 пикселей. Слева тоже 5 пикселей. И справа 3 пикселя поставим. Вот видите, картинка уже сразу показывает, как будет отделен текст. И делаем наставить. Так, что она не перенеслась у меня почему-то. Форма сама отобразилась, она не перенеслась. Но я ее перенесла на это место, где место отобразилось, а сама вручную. Вот таким образом. Например, вы можете перемещать эти картинки. Или же, если я не нравится, хочу все в ряд, я просто иду назад, и у меня все убрались, потому что я не сохранила. Потому что я не сохранила их. Хорошо. Я не сохранила картинки, поэтому я сейчас быстренько их загружу. Еще раз. Вот что значит забывать, сохранять. Если мы забываем сохранить, сделать, то ничего у нас не сохраняется. Все у нас пропадает, весь наш труд. И такое случается очень часто. Ну, одну и ту же картинку я загрузила, ничего страшного. Вот таким образом, допустим, вы загружаете картинки. Теперь вам нужно поставить текст. Сюда переместим картинку. Вот, я переместилась на слайды, извиняюсь. Так, слайды я убираю. Эту картинку уберем. Вот так вот и ставим. Например, вам нужно текст. Вы берете текст, вы можете просто копировать. Например, вы хотите написать текст. Вот, скопировали у себя. Открыли и просто здесь внесли. Вот. И сразу же хотите разместить. Пожалуйста, это можно посередине сделать, чтобы было. Это можно выбрать больший размер. Например, заголовок 1. Выберем вот такой. Рекламная платформа Access Ads. Здесь тоже мы можем поставить посередине. Сразу мы делаем форматирование, да. Здесь можно сделать заголовок 2 поменьше. И это можно оставить таким размером. И только сместить посередине и поднять, например, наверх. Да, вот просто вот так вот поднять наверх. То есть, цвета вы можете поменять. Например, вы не хотите, чтобы это было сиреневым. Вы выделили. Идете на цвет. Открывается палета цветов. И вы берете, например, вот такой серый антрацит цвет. И делаете. Вот так вот, да. Теперь, в следующий поэт-зайц, например, вам что-то нужно написать. Вы идете. У вас уже тоже заготовлено. Вы копируете, например. И также вносите сюда. Сейчас ныточку я уберу это все. Оно мне не нужно. И вот я вношу. Я внесла. И можно обработать. Сиреневым, конечно, не хотим. Сейчас ныточку. Вот так мы обработываем. Обработаем. Все выделяем. Идем на цвет. И черным. Хочу черным. На окей. Сразу я могу изменить шрифт. Например, я поставлю аря. И размер можно сразу поменять. 14. Сейчас, минуточку. У вас картинки нет. Сейчас. Делаем вам картинку. Вот теперь у вас есть. То есть, сейчас, одну секундочку. То есть, вы видели, текст, который я внесла, у нас был сиреневый. Теперь мы его перекрасили. Черный. Сделала таким образом. Я это все выделила. Пошла на цвет. Выбрала из цветовой гаммы черный цвет. Давайте, сейчас я возьму, например, цвет синий. Чтобы вам было окей. Вы видите, цвет поменялся. Опять же, если я хочу этот текст сместить вправо, вот так вот, он так сместится. Если посередине, он будет вот так сформатирован. Если налево, то так. Но, в данном случае, мне не нравится ни слева, ни посередине, ни справа. Я его сформатировать, хочу выровнять по ширине, чтобы он был на эту расположенную страницу одинаково сформатирован. Вот таким образом. Видите? И получается, что он и слева, и справа, он ровно идет. Система так его сформатировала, что и слева, и справа с этих двух краев он ровный. Мне это так нравится, поэтому я нажимаю на сохранить, для того, чтобы это случайно не убежало. И у меня, например, AdSites уже выделен, да? Что я хочу тут еще выделить? Я могу платформу AdLine, например, выделить. Может, она у меня как раз как ключевые слова пойдет. AdSites я могу выделить тоже сразу. AdSites Marketing я могу выделить в тексте, как ключевое слово. AdSites Ads. И, например, отслеживание при помощи AdTrack Analytics. AdSites Marketing. Здесь я все выделила, и, собственно говоря, я могу сохранить. То есть, я просто сейчас покажу, как что делается. Мы не будем на каждой деталью работать. То есть, мы картинки загрузили, текст мы написали, внесли текст. Но вы можете тексты писать вручную, как вы, например, хотите писать. Вы берете этот текст, убираете, и сами просто вписываете тот текст, который вам нужен, да? И меняете потом шрифт, размер и цвет. Дальше. Смотрите. Мы можем сюда загрузить видео. Для того, чтобы загрузить видео, надо пойти на кнопочку видео. Опять же, откроется нам возможность загрузить. И, если я хочу загружать со своего компьютера, я иду на личные медиа. Я иду на личные медиа. Поделилась с вами экраном. То есть, вот, я хочу загрузить видео. Я должна поставить, выбрать место. Вот, например, сюда хочу загрузить видео. Тут все уберу, например. Мне тут ничего не надо, я хочу это убрать. Вот сюда хочу загрузить видео. Я иду на видео. Открывается возможность загрузки. Я хочу загрузить со своего компьютера. Поэтому личные медиа уже выбраны. Немножко тороплюсь. Хочу быстрее, но наоборот тогда. Так, вот, появилась возможность загрузить. Нажимаю на кнопочку загрузить. Также открывается окно. Указывается, какие файлы могут быть загружены. Я иду на поиск. И выбираю, например... Сейчас, у меня тут маленький урок был. Одну секундочку. Вот этот вот. Я выбрала и на открыть. Вот он закрепился, проба. В MP4. В MP4 вот есть этот формат. Значит, я могу его загрузить. И нажала на кнопочку загрузить. И надо подождать. Видеоролики загружаются намного дольше, чем картинки. Вы должны обязательно соблюдать вот эти форматы, которые указаны. И что ваш видеоролик не должен быть больше, чем 10 мегабайт. Если он больше 10 мегабайт, его нужно будет загружать через FTP сервер. Итак, система сработала, но видеоролика нет. Поэтому еще раз идем на кнопочку видео. Снова личные медиа. Ну что ты, не хочет никак. Просто это потому, что мы работаем через... Через интернет. Теперь открылась проба. Выбираю. И здесь справа теперь надо нажать на кнопочку загрузить просмотр. Это я говорю. Это человеку объясняла, как пользоваться с Камтазией. Все работает. Иду на опции. Оставлю пока эти размеры. Посмотрю, как он вставится. Ссылочка уже, видите, сама прописалась на автоматике внизу. И я... Вот. Видео вставилось. Теперь смотрите. Видео вставилось очень большим размером. Мне не нравится. Я хочу, чтобы этот размер был меньше. Я могу его сократить. Поменять. Например, я хочу его посередине. Я просто мышкой перетаскиваю. Я хочу его справа разместить. Тоже могу. Например, вот так вот. Видите? При помощи этих функций. Посередине. Слева. Оставлю его посередине. Естественно, вы можете здесь что-то написать. Сделать себе место, чтобы написать здесь что-то. Например, тоже проба. Все. Что нужно, или внизу сделаете. Все. И обязательно нажать на кнопочку сохранить. Для того, чтобы это видео сохранилось. Смотрите. Это мы поставили видео. А с вашего компьютера. А если, например, вы хотите поставить видео с интернета. То, опять же, выбираете для него место. Можете картинку удалить. Вот бегунок стоит. Достаточно. Идете на... Нет. На видео не надо идти. Вставите просто бегунок. И вам нужно в интернете... Да, я не заготовила. Сейчас, минуточку. Я это заготовлю. Сейчас быстро. Сейчас мы быстро сделаем так. Таким способом. Текст. Я забыла заготовить его. Так, идем на YouTube, например. Хорошо. Задаем, например, Access Marketing. Нам нужен. Идем на поиск. И вот, например, открылись видео. Любое видео, которое вы хотите поставить. Да? Вы можете любое видео выбрать. Нажать на это видео. И если вы хотите именно это видео взять, вы идете чуть ниже. И у вас есть здесь... Так. Поделиться. Тайлин. Вы нажимаете. И затем появляется кнопочка Einbetten. То есть, внести куда-то. Вписать куда-то. И открывается такое поле, где стоит кодировка. Эта кодировка уже выделена. Ее нужно только скопировать. Но что сразу советую? Выбрать размер видеоролика. Потому что вы, если уже поставите этот видеоролик, размер вы поменять не можете. Поэтому выбирайте сразу размер какой-то, какой вы хотите. Выбирайте функции вот эти, которые здесь стоят. Здесь стоит, что, например, после окончания видео еще раз показать это же видео. Показать видео. Поэтому, например, я все это выделяю. Таким образом копирую. И иду сюда. Но здесь я не могу поставить на саму страницу. Мне нужно вставить код. И для того, чтобы вставить код, вы видите, вот тут слева вверху есть дизайн. Сейчас страница открыта на дизайне. А нужно вставить код там, где написано Search. Вот открылась кодировка, где стоят скрипты. Я должна найти, где у меня стоит бегунок. Вот он, видите, мелькает бегунок. Я сюда ставлю еще раз бегунок. И вношу этот скрипт. Скрипт внесся, и я должна его сохранить. Я сохраняю. Успешно сохранено. Иду на дизайн. И вот уже это видео стоит, видите. Вот оно установилось. Это видео, которое мы взяли с YouTube. Точно так же вы можете на других серверах, или как сказать, на Google, на Яндекс, идти где-то видео брать, копировать, и вот таким образом вставлять видео. Так, видео мы вставили. Дальше, что мы должны еще посмотреть? Мы можем подсоединить любой документ. Например, вы видите, что у меня есть обучающий портал, и я там часто подсоединяю какие-то документы. Например, здесь вот, например, текст, и нужно подсоединить какой-то документ. Я ставлю мышку, где я хочу подсоединить документ, и иду на значок документ, в Word. Но на самом деле подсоединить документы можно в самых различных форматах. И опять же, это вам будет показано. Я иду на загрузить. Вы видите, сколько различных форматов документов мы можем загружать. Но опять же, документ, его файл не должен быть больше 10 мегабайт. Я оставляю один документ, можно сразу до 20, иду на поиск, и ищу документ. И вот, например, документ беру вот этот, автобиографию наших руководителей, открыть, и вот он подсоединился, видите, вот, да? И загрузить. Жду. Ждем. Когда вы будете это делать, это у вас будет происходить быстрее. У нас немножко длится. Но пока стоит, пожалуйста, ждите. Нужно ждать. Подождем немножко, я попью водички. Так, сработало, да? Так, вот мышка бегунок стоит, а документа не появилось. Опять идем на документ. То есть, он на сервер загрузился. В папку HTML. Помните, я вам объясняла? Да, вот он документ, видите? Мы его выделяем, что мы его хотим. И он тут пишет, нажмите загрузить превью. То есть, просмотр. Загрузить превью. Нажали. Вот мы видим, что документ загружается. Вот он загрузился у нас в документ. Вот он загрузился. Идем на опции. И здесь я выбираю, что я хочу, чтобы он отображал именно префикс с файловой иконкой. Если вы хотите, вы можете еще здесь тоже поставить птичку. Тогда он будет указывать еще и размер и тип файла. Но я не считаю, что это нужно. Сам документ вот уже здесь прописался внизу, видите? И вам осталось только нажать на вставить. Когда мы нажали на кнопочку вставить, вот минуточку, мы видим, что вот документ прописался, да? И иконка стоит. Например, если иконку вы хотите увеличить, вы можете... Сейчас, минуточку. Я сделаю на сохранить, чтобы не прыгала вначале. Так. Можете также за уголки взять и растянуть. Просто у меня экран прыгает. Мы уже давно работаем, поэтому не буду растягивать. То есть вы можете выделить, взять за кончики и растянуть, сделать эту иконочку PDF документа чуть больше. Если размер вас не устраивает, видите, ссылки у нас красно-зеленые, когда подводим, то вы можете тоже это поменять. И размер, и переместить все. Что вам еще показать, что нужно сделать, можно сделать? Так. Ссылочку в интернете поставить, да? Например, я, например, хочу, например, здесь ссылочку поставить. Например, я здесь что-то пишу, и мне нужно здесь поставить ссылку в интернете. Например, ну, надо, например, регистрация, да? Регистрация, это немецкий язык у меня. Сейчас, минуточку, шрифт другой. Например, регистрация здесь, да? Здесь. Нужно, чтобы люди нажали на регистрацию здесь, и это пошло на регистрацию. Поэтому я вот здесь это выделяю, так, и иду на гиперссылку. Видите, вставить, редактировать ссылку. И я должна здесь, вы должны здесь ставить свою ссылку. Ну, я сейчас, эта ссылка у меня здесь уже есть, вот она, я быстро ее выбрала. И нажала на кнопочку вставить. И вы видите, здесь теперь, когда я подвожу, уже оно, как и гиперссылка работает. Здесь я нажать сейчас не могу, но на предосмотр, если мы пойдем или опубликуем, здесь можно будет нажать, и у меня система переведет на страничку «Access Marketing», где человек откроет, зарегистрируется и будет ставить мое имя. Потому что я подсоединила сюда, к этому выражению, свой сайт. Если вам не нужна гиперссылка, вы опять же выделяете вот таким образом. И идете вот рядом убрать гиперссылку, видите, убрать. Нажимаете, ссылка пропадет. Так, сейчас мы это сохраняем. И идем на другую страничку. Например, на заработок. Чтобы у нас было место, где еще можно насорить сейчас мне. Так, сейчас, минуточку, дождемся загрузки. Загрузилась. Вот, я, например, хочу вот здесь поставить таблицу. Это я все убираю. Вот здесь у меня бегунок. И я иду, например, вот в таблице значок и вставить таблицу. Открываются таблицы. Видите, здесь внесено три строки. И я могу написать две строки. Извините, вот две строки. Видите, сразу две строки осталось. Шесть строк. Кликаю по пустому полю, образовало шесть строк. У нас тут три столбца. Я, например, хочу пять столбцов. Пять столбцов. Кликаю по пустому полю, вот отобразилось пять столбцов. Дальше. Ширина сто процентов. Я не хочу. Это у меня будет на весь сайт. Я не хочу. Я делаю, например, на тридцать пять процентов. На тридцать пять процентов. Вы можете в пикселях. Здесь есть пиксели. И теперь, вот сейчас у нас таблица так выглядит. Если вы хотите, чтобы у вас только слева столбец был замаркирован, то берете здесь. Если сверху жирным шрифтом, вот здесь. Если слева и справа, то вот так. Видите? И сверху строчки жирным шрифтом, и столбец слева жирным шрифтом. Можно так оставить. Идем на опции. На опциях ширину рамки. У нас сейчас рамка стоит один пиксель, и она очень узкая. Мы можем сделать три пикселя. Кликаем по свободному полю, сразу видим, что рамка стала толще. Если нас это устраивает, то оставляем. Дальше идем в цвет. Черная рамка у нас и все рамки черной линии. Мы не хотим черной. Мы можем поменять цвет. Берем синий. Ок. Сейчас, минуточку. Вот она. Вот видите, на синий цвет поменялось. Хотите толще сделать? Пожалуйста. Пять пикселей. Фоновый цвет. Здесь сейчас поля белые. Вы хотите, чтобы поля были с какой-то подсветкой. Пожалуйста. Опять идете на цвет и выбираете, например, вот такой серенький, легкий цвет. Сейчас, минуточку. Вот она, эта таблица. Вот поменялись поля серого цвета. Дальше. Заголовок вы хотите над таблицей, чтобы был. Например, старт пакет. Да? Стартовый бизнес пакет. Вот. И вы можете куда? Сверху, чтобы поставить название. Хорошо. И когда вы все оформили, как вы хотели, вы можете пойти на вставить. И вот уже ваша таблица стоит. Вы эту таблицу выделяете. Если вам нужно ее увеличить, пожалуйста, растягивайте тут же прямо. Хотите сюда увеличить? Тоже растягивайте. Вот так вот. Вы здесь можете писать. Видите, сдвигаются согласно автоматически внесенного текста. Можно эту таблицу сделать с установленными фиксированными рамками, чтобы они не сдвигались. А здесь оно сейчас выставлено так, что оно сдвигается согласно текста, который мы вносим. Это можно редактировать все. Например, вы выделяете таблицу. И правой мышкой кликаете. Видите, идут свойства таблицы. Можно вставить столбцы и строки. Например, вам нужно еще столбец или строка. Тогда вы выбираете это. И вам открывается, видите, количество строк. Одну вставить? Или еще три строки добавить? Давайте еще три добавим. Количество столбцов. Не хотим добавлять. Если хотим, то допишем. Вставить. Все, у нас увеличились строки. Больше стали. И так далее. Опять правой мышкой. Дальше. Автоподгонка ширины столбцов под содержимое. Это сейчас у нас. Выровнять столбцы одинаковая ширина, чтобы у всех была одинаковая ширина. Понимаете? Вот, пожалуйста, у всех будет одинаковая ширина. Опять. Удалить столбец какой-то. Вот. Удалили один столбец. Удалить одну строку. Удалили одну строку. Опять правой мышкой. Объединить ячейки. Мы не хотим, чтобы они были разлиниренные. Видите? Количества столбцов нет. Количества строк нет. Применить. И я не выделила, поэтому оно... Сейчас, минуточку. То есть я должна выделить вначале. Потом объединить ячейки. И теперь применить. И все равно почему-то не срабатывает. Не знаю, почему не срабатывает. Нормально оно все срабатывает. То есть вот эти все функции, которые вы открываете правой мышкой, все могут срабатывать. Вы также можете ссылку вставить в таблицу и так далее. То есть таким образом вы работаете с таблицей. Дальше. Что мы еще не сделали? Это пока сохранить. Вставить документ. А, я понимаю, что почему не сработало, скорее всего. Ну-ка, я сейчас нажму. Нет, уже не пойдет. Иногда бывает, что, например, вы даже когда таблицу вносите, и она у вас не вставляется, то тогда вот сразу... Я сейчас уже поздно нажала. Вы сразу, если таблица не вставилась, или какой-то документ не вставился, вот нажмите вот на эту кнопочку «Вставить из внешнего источника». И тогда оно появляется. Вот такое бывает. Дальше. Что мы еще с вами не делали здесь? Так. Ну, символы мы не будем вставлять. Вот я вам просто покажу. Если вы откроете, видите, вот есть шрифт разный. Вы можете пройти. Греческие символы, стрелки разные, различные символы и так далее. То есть, просто закрываем, вы можете использовать. Дальше. Что мы еще не сделали? Все. А, вот. Например, у нас есть текст. Мы сейчас вот этот текст скопируем. И его как бы размножим. Таким образом, да? Сделаем. Вот. У нас есть такой текст. Я его выделяю. Он как бы идет по абзацам. И я его хочу сделать вот так, чтобы он был по пунктам разделен. Видите? Точками пункты разделились. Или же я его выделяю. И я хочу, чтобы он был пронумерован как-то по-другому. То есть, здесь рядом еще есть другие функции дополнительные. Я хочу, чтобы вот квадратиками был. Или круг. Так? И все это поменяется. Видите? Круг. Или же я хочу, чтобы это было пронумерованное цифрой 1, 2, 3. Пожалуйста. Тоже все нумеруется. Но все вам это нужно всегда сохранять. И что еще есть? Есть функция стиля текста. Если вам нужно это будет, то вот, видите, есть отменить форматирование. Но мы его оставляем пока. И стиль текста. И здесь вот есть разные стили. И если, например, вам какой-то стиль нравится, вы хотите текст именно здесь выделить, то вы можете взять. Вот, например, вам нравится это, берете. Вот все. Видите? Вот так вот. Все эти абзацы выделились отдельно. А здесь вы хотите другой, например, стиль сделать. То вы можете сделать другой стиль. Взять какой-то другой стиль. Ну вот, в основном, все, что нужно было сделать здесь, мы сохраняем. Так, идем на слайды. Нет, на слайды мы не идем. Мы идем здесь, на странице. Мы здесь не все сделали. Так, сейчас мы идем вот здесь. То есть мы сделали, нажимали на карандашик и заполняли сами страницы. Но у нас есть еще дополнение. Идем на дополнение. На дополнение открывается содержимое нашего сайта, нашей страницы. И здесь мы опять можем редактировать. Что мы можем редактировать? Мы можем редактировать, если нажмем на карандашик, текущий заголовок страницы на новый. Переименовать. Но надо будет нажать на сохранить. Я не буду ничего делать. Или если мы хотим сбросить это номинование, то тогда на сбросить. Дальше идут метод теги, то есть ключевые слова. И здесь вы открываете и прописываете на карандашик. И также видите содержание. Содержание. Вы прописываете и идите на сохранить. Эффект страницы я его не знаю, не применяла. Поэтому вам ничего сказать не могу. Это надо мне еще самой пробовать. Какие тут разные, тут очень большое количество эффектов можно добавлять. Я их не пробовала добавлять. Не могу сказать. И последняя функция здесь. Это функция, которая позволяет видеть, когда мы открываем сайт, то отображается URL сайта, название сайта. И следом будет идти название страницы. И если вы оставляете, например, домой, то следом за сайтом, наименованием сайта, будет показано, что открыта страница домой. Например, вы не хотите, чтобы она открывалась как домой. То у вас страница может быть называться домой, а здесь вы можете написать, например, главное. И тогда, если сохраните, и когда кто-то будет открывать эту страницу, то за наименованием URL будет идти, например, главное. Так, это были дополнения. Теперь идем на систему. Функция системы на третьем шаге. Функция системы, это здесь, я могу сказать, тут есть три функции, или мы вообще функцию не выбираем, или же вот эти две функции, здесь что-то, что приходит нам от системы на нашу электронную почту. Но каким образом это настраивается, я не знаю, это вычислительная машина базы данных электронной почты. То есть, скорее всего, это связано с рассылочной системой. Это тоже я не знаю. Поэтому мы ворачиваемся сейчас на страницы. на странице. На странице. И здесь обновлено на третий шаг. И я вам хочу показать следующее. Вот здесь у нас есть дополнительно добавить компоненты, или дополнительно добавить страницы. Страницы нам не надо здесь дополнять, а компоненты давайте попробуем добавить. Когда открывается такая страница, надо выбрать «Добавить компонент». Вот когда вы выберете «Добавить компонент», то у вас дополнительно выйдет возможность добавить онлайн-форму, гостевую книгу, рассылочную систему, блок, вопросы-ответы или фотогалерею. Например, если вы выбираете «Гостевую книгу добавить». Выбрали и идете на... В каком окне? В существующем окне или в новом окне? Давайте в новом окне. В полный размер? В полный размер. Давайте. И ждем. То есть здесь нужно будет просто следовать, когда вы будете дополнять компоненты, нужно просто следовать тому, что делает система. И вот мы видим, что «Гостевая книга добавилась», снизу под каталогом. Здесь также есть у нас меню управления. Но вот нам нужно нажать... Теперь уже не карандашик, а такое вот колесико, да? Мы нажимаем на него, для того, чтобы нам редактировать «Гостевую книгу». И у нас тут вот загружается и написано «Редактировать гостевую книгу». И есть также панель администратора. Вот пароль у вас есть. Вы можете оставить этот пароль. Вы можете заменить этот пароль. Вы вписываете сюда адрес электронной почты. Это вы администратор, поэтому вы можете внести какую-то электронную почту. Вот здесь все функции «Да» или «Нет» вы можете выбирать. Когда вы здесь все выбрали, вы можете нажать на кнопочку «Сохранить». Но здесь также есть «Редактировать гостевую книгу» у вас функция. Или «Гостевая книга». Там все это заголовки, например, можно поменять. Если я иду, например, заголовок поменять вначале, то вот там вы нажимаете, потом оно меняется, этот заголовок. Мы сейчас не будем, просто сделаем «Сохранить». Не знаю, сохранилось или не сохранилось. Так, наверное, сохранилось. Сейчас посмотрим. Так, и чтобы посмотреть, нам надо идти на предосмотр. Сейчас мы пойдем на предосмотр и посмотрим, сохранилось нам или нет. Потому что здесь у меня уже тормозится вся система. Идет загрузка. Вот таким образом вы можете дополнительные компоненты добавлять на свой сайт. Кстати, вот эти дополнительные компоненты есть и на Си-панели на самой. Оттуда тоже можно добавлять на ваш сайт. Ждем еще. Ну вот, открылся предосмотр. Это у нас «Домой». Мы «Домой» страничку не обрабатывали. Идем, например, «Услуги и продукты». Тут мы немножко обрабатывали. Вот текст внастили, меняли цвета. Опять у нас изображения нет. Да, сейчас я поделюсь с вами экраном. Опять сделаю экран вам. Вот, теперь у вас изображение есть. Сейчас, минуточку. Сейчас. Вот у нас просмотр. Мы пошли на «Услуги и продукты». Вот мы вставляли картинку. В верхнюю часть. Вот у нас баннер стоит. Мы вставили. Вот у нас заголовок. Здесь мы вставляли текст, его редактировали. Здесь мы картинку вставляли. Вот текст тоже. Вот документ мы вставляли. Вот у нас он отражается разным цветом и разным шрифтом, когда мы подводим. Потому что мы это сделали на втором шаге. Вот мы видеоролик поставили с нашего компьютера. Вот мы видеоролик поставили с интернета. Здесь регистрация здесь. И даже если сейчас нажать, то тоже уже он нас переведет на сайт регистрации. Но мы еще сайт не опубликовали в интернете. Видите, он пошел сюда. Если я пойду на регистрацию, то откроется уже именно регистрация моя. Видите, стоит Ольга и мой номер стоит. Все. Значит, все сработано, выставлено правильно. А мы снова идем назад сюда. Здесь мы, имя файла обновлено. И мы идем снова на нашу страницу. Вот таким образом вы можете добавлять еще компоненты другие. Мы сейчас не будем добавлять компоненты. Вот здесь вот добавить компоненты. Вы можете добавлять дальше компоненты. Мы сейчас пойдем на, как все-таки сайт, когда вы закончили сделать, опубликовывать. Вот здесь вот, где у нас есть предосмотр, у нас есть публиковать. И когда мы идем на публиковать, то нам открывается вот такая возможность. И мы должны вот этот проект присоединить к тому URL, который мы публикуем в интернет, то есть URL этого проекта. У меня для этого проекта, естественно, этот тест, никакого сайта нет. Но, например, я выберу любой сайт и покажу, как это делается. Например, вот я выбираю Partner Cash Plus Online. Здесь у меня HTTP. Мы выбираем и эти кнопочки оставляем так, как есть и идем на кнопку публиковать. надо дождаться, когда система сделает загрузку всех файлов, которые у нас находятся на сайте. Это немножко длится. Он показывает, сколько у нас всего загрузилось. Сейчас, еще пару секунд. И сайт будет уже в интернете. Вы там еще раз смотрите, если вас что-то не устраивает, вы тут же возвращаетесь, у вас все закладки открыты и правите, вносите исправление. Вот таким образом мы работаем над созданием сайта. Все функции, которые вам нужны, я показала. Вот, например, да? Вот тут сайт, это предосмотр. Да, он сейчас опубликовался. Ой, он сейчас опубликовался у меня под Partner. Ну, хорошо. Я сейчас перепубликую после урока. Сейчас вместо информационного сайта вот это будет показываться. То есть, если вы сейчас пойдете на Partner Cash Plus, то там будет не информационный сайт, который всегда был, а сейчас вот это вот, что мы с вами тут делали. Это будет вот тут вот все показано в интернете. Я просто сейчас другой проект подсоединю назад, который был, и все. Ну, вот в основном и все, что нужно нам знать. То есть, мы все это рассмотрели с вами. Шаблон, схему размещения, текст страниц, изображение видео, документы. А, флеш-баннеры я вам не показала. Да. Сейчас, одну секунду, мы возвращаемся назад, еще не прощаемся. Смотрите. Например, я работаю и хочу я где-то вот поместить... Сейчас открою новую страничку, например. Вот здесь домой, чтобы места было больше. Я хочу еще дополнительно какой-то сделать баннер анимационный. не тот, который у нас в эксе стоит, например, а сделать сама какой-то баннер. То эта возможность тоже есть. Сейчас, одну секундочку. Для этого я опять же, вот тут стоит какой-то баннер. Я его не хочу, а хочу здесь поставить свой баннер. Вот эта картинка. Поэтому я иду сюда наверх. И вот здесь вот у нас, видите, есть флеш-эдитор. Я на него нажимаю. У меня открывается возможность создания баннера. Ждем. И есть баннер одна вторая часть, одна четвертая часть и полноразмерная. Возьму одну четвертую часть. И иду на далее. Так, здесь нужно выбрать тему. Любую тему. Ну, например, давайте, что я возьму. Бизнес, да? Или индустрия, дигитал. А давайте дигитал возьмем. Вот. Сейчас он перезагрузится. Вот такой вот. Хорошо. Теперь, значит, цвет зеленый. Я, например, не хочу зеленый, у меня хочу другой. Ну, давайте синий возьмем. Жду, когда сделается перезагрузка. Вот. Синий цвет. Теперь ссылку не обязательно давать. Он по автоматике вам выставить на вашем сайте. В существующем окне хочу. И текст. То есть вот здесь я могу вписать текст. Ну, например, ваш президуальный доход, да? И, например, продвижение рекламы. Я написала. И теперь мне нужен цвет моего текста. На синем фоне я, например, беру желтый. Желтый не очень вот такой вот хочу. Более. С коричьим оттенком. И здесь продвижение рекламы. Сейчас возьму. Ну, вот такой, например, цвет. Сохранить. И когда я все выбрала, то я могу пойти на предосмотр, а могу сразу нагенерировать. Я пойду сразу нагенерировать, чтобы сократить время. И вот теперь вот уже баннер стоит. Но я его не вижу. Я его сохраняю просто. И для того, чтобы мне его увидеть, его можно увидеть только на предосмотре. Я должна буду опять пойти на... Сейчас, минуточку. Где у меня предосмотр? Все закладки. Вот он. Здесь вот предосмотр. Сейчас опять загрузится. Мы уже увидим готовый баннер. То есть вы можете выбирать тему баннера, размер баннера, вписывать текст, обработать этот текст. Можете толстым шрифтом там размер, да, поставить. Я быстренько это сделаю, чтобы коротко вам показать. Сейчас вы увидите, что действительно баннер появился. Так. Вот он. Ваш результатный доход. Продвижение рекламы. Но. Он появился. Но если я кликну, я никуда не попаду. Почему? Я закрываю. Потому что нам нужно... Где этот баннер? Вот он. Нам нужно поставить гиперссылку. Я выделяю этот баннер. Иду на гиперссылку. И я, естественно, хочу, чтобы попали ко мне и у меня зарегистрировались. Правда? Поэтому я сюда буду вставлять опять свой сайт для регистрации. Вставить. И вот уже сейчас снова сохранить. Если кто-то на сайте кликнет на этот баннер, он попадет на мой сайт по регистрации. Понимаете, да? Хорошо. Теперь смотрите. Я, например, хочу, чтобы кто-то... Ну, соединись с социальными сетями и кто-то писал какие-то отзывы. Я выбираю для этого места где-то... Например, вот здесь внизу. Или вот здесь вот, да? Давайте вот здесь чуть ниже. И я опять иду сюда, выбираю кнопочку Facebook. Или же я просто хочу, чтобы лайк ставили. Или же, чтобы уже действительно соединиться с Facebook. Если лайк, то я просто иду сюда. И вы выбираете стандарт лайк. Это маленький. Или же побольше бутон. Или большой бокс бутон. Я беру стандарт маленький. Светлый или темный бутон. Можно темный бутон. И добавить. И мы ждем сохранения. Вот он, бутончик появился. Обязательно нужно сохранить его. Если вы пойдете на соединить, то здесь уже вот вам нужно вписывать URL вашего Facebook. Вы должны вписать, да? И тоже добавить. Для того, чтобы соединение произошло. Дальше. Поставить, например, обратную форму у нас в другом месте можем поставить. Это теги. Слова тоже, видите, можно прописать. Если вы это не сделали на втором шаге, то вы можете это сделать и здесь. Прописать главные теги, теги страницы тела, текста. И здесь вот еще одна функция. CSS. Я ее вам давать не буду, потому что я разобралась с ней, но не для такой степени, чтобы объяснять. Она очень сложная. Это чтобы менять цвета самого фона страницы или каких-то определенных элементов. Закрашивать какие-то определенные элементы. Здесь нужно будет прописывать HTML коды. И хотя таблицы цветов ее можно найти в интернете, но все равно надо учиться прописывать коды. И если вы хотите поставить счетчик, то вы можете еще поставить счетчик. Например, где-то здесь вверху, например, поставить счетчик. Можно пойти, тоже выбираем какой-то тип счетчика. Вот оставляем, например, верхний тип. Идем на далее. Этот счетчик будет показывать количество посетителей, которые были на вашем сайте. Здесь, например, пишите, например, посетитель. О, написал. Надо на английском языке только писать, да? Посетитель. Или что-то другое. Как-то именуйте свой счетчик. Количество цифр, сколько показывал. Например, выбираю 10. Толщина рамки, например, выбираю 6. И новое показание счетчиков. Ну, напишу, давайте, 300. От 300 пусть идет отчет. Начало. И на далее. Систему вот установила счетчик, вы видите, да? Вот он стоит счетчик. Если он не маленький, я на него кликаю и тоже просто его по диагонали растягиваю. И затем, когда я растянула, я должна его сохранить. Так, сейчас я пойду на слайды, посмотрю, что я вам еще. Флэш-баннеры, таблицы, форматировать текст, выполнять гиперссылки, нумерация дополнительной списки, использовать стиль текста, установить счетчики, создать связь с социальными сетями, дополнительные компоненты, прописать ключевые слова. Собственно говоря, мы с вами абсолютно все сделали. Поэтому мы сегодня заканчиваем наше занятие. Я возвращаюсь к вам. Здесь с вами. И теперь я готова ответить на ваши вопросы. Если они у вас есть. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. Так, вы мне слышите вообще, поставьте плюсики. Чтобы я знала, что вы мне слышите. Я надеюсь, что в основном слайды были видны и сайт был виден. Ну, страницу дополнительную для статьи вы можете внести. Там же есть, где добавить компоненты, там есть и добавить страницы. Когда я открывала «Добавить страницы компоненты», я выбирала посередине «Добавить компоненты». А у вас есть «Добавить слева внутреннюю страницу», а справа есть «Добавить внешнюю страницу». Вы должны просто там выбрать. Так, если вопросов нет, тогда я вас тоже благодарю. И надеюсь, что мое занятие поможет вам научиться строить сайты. Я хочу сказать, что это не сложно. Тем более, что все подсказки есть. Я вам сейчас дам еще раз ссылку, если кто-то на прошлом уроке не записал ссылку. Сейчас, одну секундочку. Сейчас, одну секундочку, только я открою документ и дам одну ссылочку, где стоят видеоролики. Все видеоролики, они, правда, на английском языке без звука, но ничего страшного. Тот, кто хочет понять, тот просмотрит и поймет, там все показано, что, зачем делается. Вот, пожалуйста, ссылочка с видеороликами. Каждую функцию можете посмотреть, и даже больше, чем я вам тут рассказала. То есть, функций еще очень много на сайте, на конструкторе сайта строения. Но я показала вам основные функции, которые вам понадобятся для строительства ваших сайтов. Все, тогда я вас благодарю всех и прощаюсь с вами. До свидания. Всем удачи и успехов! Субтитры создавал DimaTorzok